Вы не поверите, но на нашем любимом Дота Хаосе появились кейсы с окупаемостью 200%. Даже Миша Миссипи уже успел их открыть. Кейс 300 рублей. Открываем, соответственно, кейсик за 300 рубасов. Чекайте. Окей, 606 рублей. Мы нажимаем мой инвентарь. Выбираем выбрать всё. И продаем за 70% 606 рублей. И это получается 419. Тупо плюс сотка. Какого мать его чёрта, что это такое? Количество кейсов ограничено. Кого заинтересовало, переходим по ссылке в описании. Всем привет, друзья. У нас сегодня в выпуске Магнус. В нём играет Тимадо. Приятного вам просмотра. На данный момент ранг у этого Магнуса топ-2. Обязательно досмотрите эту игру до самого конца. И желательно не перематывайте, потому что это одна из самых крутых игр вообще за последнее время, которые вы выходили у нас на канале. Очень потная игра. Пойнеры подъехали. Действительно игра сочная. Вы явно можете пропустить что-то очень интересное. Но и мидовый Магнус это всегда интересно, всегда лютый экшен. Плюс он играет против мипаря. Мипакери. Они решили мипаря поставить лёгкую линию против Санкинга и Андаинга. И силовика поставить как раз-таки в мид против Магнуса. Ну, силовик имеется в виду в Рейс Кинг, который бы не стоял против Андаинга вообще никак. Вот. Ну и плюс, вока посолиднее смотрится в миде, чем мипарь против Магнус Тавра. Наверное. Может быть я ошибаюсь. Да, но то, что против Андаинга, не вариант ему было обстоять, это сто процентов. Ну да. По поводу мидового Брайс Кинга, когда появились скелеты на нём, я не понял, какой-то патч был. Но, тем не менее, очень много игроков спамило мидового ВК через доминатор, барабаны и пайп. Просто создавали скелетов, наводили кучу экшена, забирали статы. Поэтому это не так плохо. Ну и плюс ранее 6 на ВК, это значит, что куча кача в лесу. Плюс возможность всегда выживать. Вообще, ВК неплохой герой против вражеского пика. Главное, даже до той стадии, где он сможет бить. Магнус ему не особо страшен. Фантомка, ну против никого, не Байдмейл и Радианс отлично заходят. Ну и мипарь, снова больный герой. В которого, кстати, будет очень много внимания в этой игре. У них неплохой пуш-потенциал с их пиком. ВК, мипарь. Контроля очень много у вражеской команды. Сложно будет. Начало игры будет очень тяжело, я думаю. Потому что Харквилл, Токира. Ну да, сильный саппорт. Куча сеток. Блин, ну сложно, конечно. Там еще и Панда раскладывается. Там тоже станы ветра. Драться очень сложно без БКБшек будет. Ну и стоит не забывать, что у пик команды, пик команды Тайр тоже на тимфайт. Магнус Андайн, как там БАПЛЮС, ультимейтинг Кинга с подкопом по нескольким таргетам. В принципе, тоже есть чем отвечать. Поэтому тут уже зависит победа одной или другой команды от того, как они сыграют. Ну и как линии, конечно, пустая. Тоже важно. Фантом Комплекс Магнус это та самая нерушимая комба, которая уже на протяжении многих лет работает. Работает очень круто. Да, очень часто этих двух героев пикают вместе. Раньше, помнишь, одно время было, когда популярен был Эмпер через Физурон. Тоже вот Магнуса с Эмпером очень часто видели в играх. Как говорил Пупей в одном из своих давних интервью. Если у вас есть в команде Эмбра и Магнус, вы не проиграете в игру. Ну, когда-то это было действительно так. Комба была очень сильная. Эмбра был в мете. Мид не проигрывал. Дрался хорошо. Но мета меняется. Герои одни становятся сильнее, другие слабее. И в принципе геймплей немножко меняется. Ну и по поводу раскачки. Как мы видим, он Шакуэв оставил в единицу. Вся суть в том, чтобы вторым пауэром добивать. И каждого крипа, и донать в том числе. Ну, вроде как стоят приблизительно ровно. Немножко больше крипста, то у Магнуса. Что, в принципе, очевидно топ-2 игрок. Еще и на герою, у которого дэмэджа много. Потом проек кликает. Ненужным образом по крипам. Не успевает дать тычку вторую и раскинуть донайт. Ну, это мелочи жизни. ВК, кстати, очень мощный дэмэдж такой. 80 с руки плюс топорик. То есть соточка. Но ласхит крипа 80 на донай. Это тоже очень неплохо. Ну, Магнус, аналогично. Нормально. Среагировал под вышкой. Как только оказался, Магнус сразу станчик. Несколько тысячек с вышки залетело. Не растерялся. Ну, уже начинает прям больно прошивать. Пвпшится с ним вообще шансов никаких нет. Бьет, крит. Брогает. До свидания, Магнус. Ну, я же говорю, ВК в миде это не самый слабый герой. Против таких персонажей, допустим, как Манки Кинг. О, Макки Кинг. Эмбер Спирит. Полности неплохо лайн не будет. Тут против милишников. Которые не особо сильно тебя пробивают. С этими скелетами, с критами. Мипа. Пармит. И его никто не трогает. Он себя чувствует отлично. А это значит, что, скорее всего, скоро начнутся проблемы, если так и продолжатся. Да, Мипарри потихонечку уже в лес перетягивается. Фармит лесные споты. И Джекки Рост с тем временем в соло экспу получает на линии. Это тоже важно. Мипа, получив третий левел, ушел в лес. И действительно, тут с тобой проблем нет. Почти пятый он на пятой минуте. Мага. Много имеет. Ну и Магнус выходит в леса. Сейчас будет подстакивать себя с третьим павером. Параллельно еще и фармит. Тадж Райн есть. Мы видим, что в закупе у него два брейсера на плотность. Хотя, в принципе, можно было один брейсер оставить. И на второй как раз таки под соло ринг. Второй слот, имею ввиду. Потому что с маной будут возникать проблемы. Поворослайд 90 маны. Плюс еще Квейв. Он на арканце себя собирается приобрести. Вот, кстати, медовый Магнус. Это один из тех случаев, когда можно себе купить не арканце, а ПТ-шку. Понятное дело, что с маной проблемой будут. Но вот ПТ-шка соло ринг на медовом Магнусе. Как мне кажется, это прям мастер. Но если вы в сложной стоите, почти всегда арканцы. Но, опять же, если линия супер хорошая для вас, то ПТ-шка даст вам плотности. Вы быстрее будете гораздо фармить. Плотнее будете, я уже сказал. Но он решил пойти чисто в такой айси, еще Магнусе. Молусе. Класс, тапки плюс Блинг. А Магнусе, смолит? Красиво молот. Ну да. Ну да, он симпатичный достаточно. Это имморталочка, по-моему. Плюс у него сет от Дота Плюса. Ну, Катя, продолжается. Палии, смешай. Ну, можно шайник или можно выйти на топор. Может, по линиям проблемы? 3-0, 4-0 уже. 3000 преимущества на 6-й минуте-то слишком много. Попытался, Андея. Мипа убить не получилось. В итоге отдал тамбу. Что очень неприятно. Тамба очень быстро кончается против ми-паря. Будет быстро прям разбивать. Ну и теперь выкачивает Шакуэйв. Очевидно, это достаточно решение. Почему не берет РП? Потому что не хочет выходить пока что на боковые линии, на миди убить. Нет такой опции. Ну и по экспириенсу он лидирует. У ВК половины восьмого левела. У Магнуса уже начало девятого. Это учитывая то, что ВК сделал фраг. Ну и Пауэр дает о себе знать. Много фарма в лицо. Много экспириенс. И следствия тоже получает. Фантонка. Порта сейвит. Будем блочил. Нужно сейчас подойти как раз таки на мид, что делает Магнуса. Восьмой левел есть, Шакуэйв 3. И этих скелетонов нужно сбривать. Конечно, скелетиков подняли. Теперь убивая их один раз, они воскрешаются. Нужно убить будет повторно. Скелеты зажали. ВК он не смог атаковать. Ах, не застал. Выходит шоу, Шамуэйв. Как-то, не знаю, зачем он шел просто подсейвить. Ну да. Подстраховать его. Ну да. Мим по тем временем шестой левел, почти седьмой мейт. Добл дамаж проконтролил. И по ибон. Тос собирает, он видимо знает, как играть на этом герое. Хотя левел у него не самый высокий. Кстати, этот Магнус будет демонстрировать интересную фишку, чью я загоним. Обязательно. Ну, я думаю, по превью все поняли. Погоним на Магнусе будет присутствовать. Ну, это круто. Если погодим правильно реализовывать. Плюс против того же мипаря. Еще больше урона. По всем клонам. Он все же очень аккуратно. На самом деле, ХП не так, но и много. Неужели будет выбивать? Ну, он сейчас будет плохо, нет? Не пошел давить ВК. Если бы пошел, бы он выбрал РП-шку. Скорее всего. Очередно, телепорт на мид. Не знаю. Что бы, что бы прогнать? Не знаю. Не понятно. Там, кстати, мипа подсветил. Ван Дэйнг. А, не видят, что здесь сами пофармят. Не хватит рон, тут нужен сынкин. А сынкин, что-то пока. Если бы СК раньше подошел бы, то, возможно, убили бы. В троечка. Не по 900 ХП. С киевером отменяешь ПОФ, потом РП даешь. Потом уже сынкинг станчик закидывает на полторы секунды. То есть секунд пять суммарно в контроле его можно было подержать и за пять секунд убить. Но, че-то, паренек на сынкинге решил не подходить. Нужно дефать вышку. Опять он с киевом нахладился. Такой же мерзкий персонаж. И, кстати говоря, сейчас будет драка. Возможно, что-то Пашка не прыгает. Ну, Мипа пытается подсветить сынкинга. ДРП. Хорошая. Ну, это всего лишь сбили ультимейт. Но, Мипа, кстати, забирают. На скивером откатил подвышку фантомка и закончил начатое. Они так стоят? Он чем-то темпауэром на фантомке бьет? Сам Магнус бьет? Хорошо, что Хуэф по трем героям прошелся. Так это... Да, трипл килл для фантомки. Должен заканчивать. Или нет? Она добивает. Отлично. По сути, РП реализовано более чем хорошо, тем файт они выиграли. Сейчас еще и вышку могут забрать. Хотя, Брю. А вышку они не отдают. Да, тут сразу по Тепл самим паре. Брю мастер. Котов ультимейт, если что, кликнуть. Ну, греть, конечно, но он понимает, что нет кнопок, нет РПшки. И по итогу забирает что-то шумана. Бесплатный батлфьюри для фантомки. Это, конечно, очень круто. Когда у тебя Магнус, да еще и с ранним вампавром замакшенным в 4, она качается скоростью света. Лисочек, линию. Так, что там у Сенкинга? Что у него по дайгеру? Только начинаю от него выходить, купил себе тоже арканцы, потому что как много арканцов-то получается. И у Ондаинга арканцы, и у Магнус, и у Сенкинга. Забавный факт, что Сенкинга это четверка, и Ондаинг это как раз таки тройка. Вот, и получается, Ондаинг, будучи тройкой, ты опался на мид. Буду подсейвить Танненько. Можно очень хорошо подраться, конечно, РПшки нет. И это явный минус, вот Бурюмастер разложился, Фантомка прыгает в Какао Баконет ультимейт, но и урона у Фантомки тоже нет. Ну, просто решили продать шаманам в размен на ультимейт Брю. РПшечка уже откатывается, блин, правда, на базе сейчас принесет, и можно будет хорошо подраться. Вон, да, он как раз телепорт откатился. Да, Пуш, потенциал у врагов, конечно, высокий еще, помимо Мипа еще и Джекера присутствует, еще и куча скелетов, с Пушем у них все хорошо. ВК действительно доминатор купил, тот самый Пушер ВК, и у него пикбай стоит поздно. Той под моим героем, но хороший ультимейт, от Дарквилла подсейвал сейчас своих двух тиммейтов, реально спасен под смертью. Печальный, конечно, там Сэн Кинг ультимейт тоже прокастовал, если бы не Дарквилла, то это была бы концовочка. Да, два фрага была бы им в копилку. Вот их пик команды Дарквилла наверное, нацелен больше на мид и лейтгейм. Фантом сейчас получит кучу айтемов, она им шейт покачает. Дальнейшем может парочку фрагов сделает. Она решила пойти через Яшу в этой игре. Видимо, манту будет рашить, но манту в принципе неплохо выглядит. Но враги, я думаю, не нацелены. Лейт, они как раз таки будут пушить пораньше. как бы не проиграть до той стадии, когда Пашка выкачается. Ну да, ведь ими повлитье становится не таким сильным, как до 30-ой минуты. Ну, топка его щелкнет. это уже после 30-ой минуты на самом деле все будет очень хорошо у Пашки. Ей было этот сноубол подцепить, вот убить бы парочку еще героев. Пофармить минуток 5 без перерыва под импауэром. Жалко, что Магнус непостоянно с Фантомкой бегает, то есть она очень много времени находится без импауэра. Ну и кач, соответственно, замедляется. На миде начали убивать антажа, ну как начали? Солова Ка зашел, отбил полхп и ушел. Развел он подбор. Джекиро сцепанули и тиммейт подтягивался если... DarkWillow просто все сейчас испортил своей способностью. Ну, а Синкингад скорее всего просто как разменную монету отдадут. Но опять же ультимейт бремастера теперь есть рпшка плюс блинг плюс там каяши все принесла. Будет ли смог? Нет, они просто поделаются к нам ремастер. Ну, там тот самый противный момент, когда тебя контролят несколько героев. Ой-ой, что за рп? Круто все сделал. В самом деле, лучше невозможно было в этой ситуации сыграть на магнессе. Пожалуйста, но с кивером двоих прикатил к третьему и дал рпшку. Притом фантомка не получила фрагов, но теперь 20-30 секунд у нее есть возможность пофармить. Ну и вот он быстро аганима. Довольно ранее. Ну, если посудить, то да. Ну, магнус герой, который если фармит, он фармит очень быстро, если у него есть ранняя экспа. По поводу, кстати, выбора фантомки, первым маэтом, мрашить себе яшу. Тут спорный момент. Как-то Дахак на одном своих стримов говорил, что яша это в команде с магнусом лучше, чем дезолятор. Она и стоит подешевле, но и бустит сильнее. Почему яша? Потому что яша дает нам белый урон фантомки, а магнус эмпауэр бустит только белый урон. С другой стороны, дезолятор не бустит белый урон вообще. То есть, он дает только плюсовой. Соответственно, можно покупать дезоль, но при этом обязательно иметь еще артефакты на статы на белый дэмэдж. То есть, та же яша, сия, манта, это все очень круто. Смотрится на пашке в команде с магнусом. Она как раз-таки так и делает. Она купила себе яшу, и сейчас у нее появится дезоль. Вторая мать вам, но потом, я думаю, бкбшка. И все будет окей. Враги потихонечку начинают давить. За тот же встанут теми временем попадает в частные способности. И как же много контроля. Сейчас выдают враги. Они вообще не будут пошевелиться магнусу. Просто сколько секунд стоит на месте. Это жесть. Секунд 6-7 стоял. Ну, нашимся. Он хотел, знаешь, так на мувик типа на месте. А тут спином уходят еще триггера и окончает его. Могу блинковаться подальше. Ах, вот, в итоге я поступил слишком далеко. Магнус будет два раза показать 20 сейчас. Есть, кстати, РП у Магнуса. Подвозят 2-го. Я еще раз. РП по троим. Молодец. У него, кстати, была возможность сдать РП в троих, потом привести троих уже к КВК. То есть, он мог сразу прыгнуть РП дать. Тогда героев станет мало простояли. Он справа привез, потом уже на месте, когда фантом бил била, он кликнул РП. Но из минусов для команды Дайр, для команды Магнуса, то, что Мипа все это время фармит. Пусть по экспириенции у него не все очень крутко, гладко. Да, спрейс хотел бы хорошо. Теперь бы получить соло фраг на Магнусе. Ну идеально на Магнусе, потому что он самый высокий левел на карте. Первый. Вот и байбек окупился, кстати говоря. Пусть он потерял золото после этого файта, но тем не менее с этим проблем нет и выиграли файт. Команду бустону очень круто. Уже 18 минут прошло. Так-то неизнаметно 20 минут и нету. Ну да. Видишь, игра просто зависящая от полдауна. Мы все время ждем одной кнопки. Кнопка есть, драка проходит. Кнопки нет, драки нет. Но если чем артефакт в закупе, ты говори, ты, я думаю, что через 50 секунд мы будем наблюдать следующую драку. Мы четко знаем, когда будет драка. Это так нужно играть в команде с Магнусом и на Магнотабле в том числе. Зачем фантом торопиться? Она постепенно фармит. Вот опять же она фармит без бафа Магнуса, но если уж Магнус не подходит себе, то смещайся на фантомке и фарми в той области, где находится Магнус. Так, ты золото больше получаешь. ми парь 14 получил и пошел сразу же на Рошана. Он купил себе Шедву Блэйд. Интересный выбор, конечно. Но последний митр, который мы записывали, он как раз через Шедву Блэйд по-моему и играл. Ну да. Он поставил себе в как бы еще блин, а потом грейджин и север хочет взять. Ну и Рошану отдают Айгис для мифаря. Теперь у врагов не 5 героев, как это должно быть, но по сути 7. Не конечно еще не считать клонов мифа. Айгис есть на одном герое, Айгис есть, реинкарнация саппортов и при этом желательно конечно и в героев с Айгисом, но при этом нужно не забывать про саппортов. Драквилу обязательно нужно в арпешечку садить. Да и Джекки Роса, да и Брю. Всех нужно цеплять. 200 к здоровью и урону от Шоквейва. Берет Магнус, очевидно, потому что Аганим собирает. Ну да, так бы талант на силу залетел. Да, конечно, на Магнусе профит нам взять 25 скорость атаки если вы много фармите. Но эту игру видимо хотят на победку, поэтому на 200 хп залетел посоледнее. Ну а так сила 12 к силе это около 250 хп 240 наверное если быть точным. Плюс дэмэдж. Для обычного Магнус это тоже окей. Часбрис радио продает и возьмет огнем себя. Готовы драться а рп есть. Ну и будет ждать когда враги будут заходить. Они ведь все-таки с Аегисом. Кто вдруг не знает что делает вообще Шаквайф Магнуса с Аганилом вылетает Шаквайф в одну сторону и потом обратно идёт. То есть двойной урон собственно мы это видим. И каждый раз когда Шаквайф контактирует он еще и замедляет. Ну и интересную фишку будет этим надо использовать максимально эффективно. На самом деле не замечал что кто-либо так делал. будет подкатываться на скювере сразу как будет попадать Шаквайф Шаквайф сейчас увидите здесь комбинация опять попадает под контроль ультима очень далеко выходит из базы его здесь нет пусто слушай я видел он без ббка умрет а это будет сейчас очень чревато ведь враги со егисом они сейчас смотрят сторону фантомка выжила если фантомка умерла по это было тканично у меня ббка нет они бы не одно стороны то что 2 точно шамане что вы делаете вообще да но это минус две стороны ладно тимада сдох но сдох на самом деле бездарм потому что вышел далеко понятно было что враги сейчас будут идти не нужно было так далеко выходить против героев с таким количеством контроля он в прошлый раз умер так ладно бывает второй раз на те же грабли наступать не очень хорошо сэншим что ты делаешь какой смысл типа я тоже не убить никого не убьешь время ты особо не потянешь у тебя останутся полторы секунды они уже снесли эту сторону окей даже если тима это были бы дохлой но зачем на пустах прыгнул бы на них но это в этом смысла особо не вижу андонис сейчас можно воровать очень много силы из мифорей героев кучей стоят так в общем-то дайвинг дикей не жмет вообще магнус резается змея перед смертью успел шаман поставить неплохо выиграет время сейчас змея это особо никто и не бьет сейчас законтролил панда сейчас магнуса а зачем вы деретесь враги уйдите вы спушили две стороны чего не появится ягис футбол красиво ваша фуэва залетела они хотят закончить игру я так понимаю здесь магнус подкатывается с мипой с прескингом там доночка а байбек идеально хватает ей на байбек рп все еще имеется там он его не тратил вот теперь и полкил делает мипа и магнусу достается килл за мипаря 800 голды не так уж и много как хотелось бы две стороны потеряли абсолютно ни за что отдали эти две стороны как мне кажется но тем не менее немножко золота камбэк 017000 преимущество на 24 минуте 23 14 очень много конечно на творца мы видим что прям плачевное 9600 на творца 10 еще магнуса ну и потом идут два кора вражеской команды и мипа уже который имеет 15000 у которого silver blink отверил русском а что нужно сейчас вовка фармить появляется магнус сейчас дофармит я думал сначала что он брейсер второй продаст второй она нет решил дофармить да он и первым не должен был продавать плотность лишнего должна была быть у него но он решил уйти 250 голды не фармить второй братья продаст но уже ты будешь худеньким слишком дешево эти факты слишком хорошие с этими паря сейчас можно будет забрать если детекшен детекшена нет контратака продаются саппорты но это на самом деле легко сейчас отделались это хороший трейд только лишь потому что он рисуется на шамане 30 секунд 9 левела бэбэк у него случай чего есть поэтому не страшно богатый очень саппорты команды и радиант джеки росса 7 200 нитворца тот самый джеки росса который фармил на боте когда миполе скачал дарк виллу 6 700 мы видим что у них на порядок все лучше у них на двоих нитворца больше чем у трех вражеских саппортов тройки тверки и пятерки ну магнус практически в полной бои готовности у него есть все артефакты которые ему нужны главное сейчас чтобы она она воровал очень хорошо запрыгнул рядом пока что никого нет только ты пешки сюда она под им пауэром находится кстати но еще не закончился у него бэбэк не страшно и другие команды почему этот драквилл вот раз не очень удачно нужно было оставлять исключительно под рпшку ну просто так вольтанул мы просто решили мипо и мипо забирают да правильная рпшка мипо бэкнулся понимаю что рп нет но сейчас основная цель это его убить убивают мипаря и у них все окей рискнут ли если бы к башка их нет бк башки если в фантомке бкб появилась бы они пошли бы ищут 0 мипо потому что в релико ульты нет удар пила ульты нет а вы к ульты нет а мы понятны просто фокусит мипо и все он почему никто не ждет сразу под магнусом кого-то филла пытается напасть синтинг мешает сливит магнуса сейчас дам бака убили хотя бы что-то в итоге драку остается здесь одна в кавто вернее сейчас бывает пила но по проценту враги отходят прием они не пойдут против петель и драться это сам у нас уж бэкнулся синтинг нужно прямо сейчас наверное было с базы смог нажимать и пойти и найти кого-нибудь два героя мертвыми без байбека очевидно ничего будут уходить хотя мипо наглеет под своими же вардами стоит и фармит бот не на мипо он явно не первую игру играет видно что контроль да контроль неплохо у рошана 30 секунд до рошана мипо как раз таки дожидается в идеале конечно было бы для него если бы он байбайнулся и тут же убил барошу но как раз таки по хорошим лестнице откатиться рп то есть будет полноценный тимфайт в рашпите бкб планируется следующим артефактом приобретать магнус у мартретки кстати уже имеется бкб этом мипо дима прокликал увидел что бкб страшном стал нации нужно эти прям сейчас нарушим неужели отбудут но уже все есть вообще все есть хотя подожди они вроде нет у них все есть вообще романов змейки ультима сенкинга плюс блин сенкинга рп плюс блин к магнуса пока башка на фантомке но они почему-то не идут и идут причем у них есть варцы недалеко от рашпита и варды на боссе но очевидно где враги не пушит но ли не знал минус того что тайминги не засекают так бы были подготовлены и так бы они скорее всего там очень хорошо могли подраться он даем бы начал но там же как по накатанной пошло бы интересно запрыгнул он сейчас опасно было фактом не позже начинает свою атаку забирают он дайн гандэн бэйбэк сразу же мартретка прилетает получает он power сейчас будет замес о ее слушает а может быть потом ошибка от бремастера типичный бремастер который прыгает и клапает вместо того чтоб прыгнуть и тут же разложиться да 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 много раз тема обсуждалась что на высоких рейтингах после прыжка клапать не вариант иначе тебя контролят моментально это сделал шаман очевидное действие пашки нет бэйбэка я ни в коем случае нельзя продавать в то же время магнуса есть гайбэк поэтому он может стать разменной монетой за шаману в который раз есть гайбэка но он не байбэкается не хочет помогать своей команде возможно хочет чтобы эта игра побыстрее закончилась а маргус продолжает бежать за трек его вот она комбинация про которую я говорил очень интересная много дыма же получается для нему в принципе да да действительно 375 потом 375 потом 280 скювера плюс тычку даешь неплохо и замедление получается скювер который он взял себе на задумывали до дальности то есть он может прыгать давать рп школе бы просто прикатывать с очень большой дистанции это неплохой но армор бы ты тут ему тоже не помешал 13 армора герой не самый плотный как это много вот а компенсации баланса никакого нет армора 200 голодом приятным по дд каритуля 2000 рипс доминатора бесплатный но еще остается ждать 40 секунд рп эпицентр будет уже вот-вот пушим она змейки тоже появится мартретские хватает денег для выкупа и 400 голды она может продать который у нее лежит в бэкбэке плюс подфармила бы топ немного и скорее всего великое что бот нужно отпушить и как раз таки там она нафармит свой ббк очередной раз пашка бежит на бот и она без импаура вот меня всегда накаляли ситуации когда у вас скоро фантом к плюс комбинации с магнусом пусть это был бы даже не знаю 6 салтовый плотный магнус на урон заедался минуте все но не нужно жадничать павор на фантом q от пусть что на линию на 5 секунд быстрее вы раньше нажмете смог пиковый интегроватьими паря без бэкбэка выиграете игру ну это так просто слишком уж на вы примерно тем не менее она больше было на ленте фарма мы понят ворсом мы видим что несмотря на то что 17000 преимущество это большая пропасть это пропасть камбэка яйца за счет но хорошего р.п. ну или отсутствие позиционки у врагов на услужу быть аккуратным фрустав спасает ему жизнь я у него было бы к.п. подлетела надо весь в обложке чего там и парь сделал в очередной раз фраг нашим аниме by next time это вроде греческий игрок не уверен но по-моему в тима доска в команде играл за счет популярных статья может быть просто похоже от мипа подставляется сажимается только п.р.п. хорошая да еще я станкинг идеальный рассказ пожалуйста пожалуйста всем скопая нужно себя хоронить там смертный хекс выгул шабашима мы четырех фантомка забивает вообще как скотин очень странная позицион минус 4000 отыграли за один файт да но ты не так уж и много хотелось бы наверно число новка будет фармить продолжать подароса на подым поваром пушить линию молодцы уже пахнет хорошим камбэком но и можно совсем скоро будет 25 левел и там прям неплохие таланты и левый и правый плюс секунду оглушения тропы то есть он бы уже будет станет на 4 и 75 то есть мы округлим в пользу магнуса на 5 секунд в рпшке герои будут стоять это крайне много фантомка может не торопиться подойти даже не издать блинг тихонечку бить но и фантомке талант на 25 скоро будет даггер по трем целям а можно прям нарубить огромное количество демиджа фантомка кстати подняла она ведь ультра кила сделала она все эти 4000 практически в нее улетели но так и есть на мипар тапать но кстати они его скорее всего не убьют у него во первых это real blade во-вторых гост в-третьих и что-то блэйд севера и чужу точнее он купил себе гост это real blade но ведь нажимая что-то одно уже вроде как куда он идет на втором странно конечно но он просто два и тарелок он два и тарелок купает себе ночью что-то 2 гост они 2 видосом но дороже как минимум если в нем не денег не было я бы наверно это не говорил бы у него 3-4 но ббк наверно себя оставляет возможно вот это кстати скорее всего то самое из-за чего он купил себе гост у бри мастера была очень приятная белка до того как появились бкбшки на магнусе на фантомке это пуржить синий пандой имповар то есть каждый раз когда дается рп и каждый раз когда фантомка подбегает на блинке бить в рп ты мог просто синий бандой запуржить имповар вот сейчас такой опции уже нет потому что бкбшком фантомке будет даже скорее всего хорошо вид боя у магнуса но если посудить то это наверно лучший артефакт который может быть тут во первых кучу урона двойный скьювер четверной получается же квейф по 375 рону 2 рп общей суммой секунд стану на 9 приблизительно на самом деле секунду магнуса остается совсем немного до 25 уровня им чуть-чуть пашка уже взяла себе три кинжала но я не удивлюсь если он возьмет себе правый талант 20 процентов кроната power но у него всего лишь один кор в команде там магнус не особо бьет в рп я так понял что надо пошли листать манс на пару фили шутил над магнусом типа какая разница если только твоим power dash ладно промотаем паузу кстати магнус еще быстро возвращается в игру майна паров ли ли ну или файша уже через две с половиной тысячи у него появится сколько стоит общую рефреш общая стоимость 500 но косарика подкачать вот рефреш я так понимаю да чуть дешевили или нет но честно не скажу вроде бы 5 200 раньше стоило ска я помню ну и ждут врагов принимать последний файт возможно если они его проиграют то они естественно проиграет игру поэтому ошибаться сейчас нельзя он только сможет вообще не выходить с базу не рапира с моим сдает рп потом покидать кинжалы и все кто под этим кинжалом европе умирают волна чтоб кинжалы только в полетели и вот он принципе враги уже все плотные и не умрут но я очень ценю если не буду фире нет то есть нет огромного сплэша но все равно дамы че колоссальные будет если крит прокает то должен это умирать сто процентов с одного шота с этим очередной раз отдают рожан они я не понимаю почему они его не дают боятся и на той территории раз почему-то помню монич ты как-то вообще втыкают очень странно полностью на линии отпушить не могут в фондом кабот прокушал отопнись на топ под пуш топ пустим эти твои нажмут для тебя смог в четвером ты на блюде подойдешь крашану и косов там нет но оказали ее право и решение отдали в раскингового рефрешер шарт образ кинга мкб плюс кираса есть из плотных слотов но тут поставляется джеки раз которому кстати нужно скорее всего бы бегать отлично подводят каждый героев моментально вырубили его чуть-чуть наперёд 4 4 370 голды магнуса а продать то ведь нечего до выделяющих играть засеять они вырывают для себя время конечно пикера убили теперь враги не бежал афинс он взял они талант конечно power это круто это плюс урон для фантомки халявной так уж и много плюс 20 процентов это но примерно он не дает 40 лишнего урона сам отпушивает лучше две стороны которые запущены знаешь можно на расчет но будущее если им придется играть против мира клипов этим талантом попроще будет немного возможно да возможно фантомки особо то и неважно ты магнус дефать не крипов спокойно в общем то просто под рефреш было бы очень хорошо продаваться из ниоткуда просто берется две секунды еще дополнительного стана по каким-то героям по трем потому что она по все дает в трех в четырех должны паря душить в решении уже сделано передумал арты по себе фрешер на магнусе купил себя гем сразу же разбил один вард как только он к нему прилетел надо и фреш я уже начинает заходить статьями почти сможет подставиться магнус подвозит его она очень много урона фантомка выписывает минус аегис почти моментально ну это рапирка тебе панда бримастера моментально сдох должны отдыхать выигрывают очередной раз для себя время шагутный парь загуляла пустыка тут и жакира подловилась сейчас мартретка не должен жакира отпускать отсюда достаточно факт он живет долго туда и сюда манси он там конечно 1000 мартретки жесткие с рапирой понькач понька вами поделся улетел может покажет на магнусе или не покажет не поверх побежал не показал на паре хекс заражить это прям будет очень крутое приобретение потому что если допустим вообще как как им нужно выигрывать им файт бремастера нужно заранее раскастоваться залететь с синей пандой файт и поднять либо магнуса либо фантомку и вот вторую цель и которая не поднял бремастера из тех которые назвал нужно чтобы мило прыгнул с фиксом и убивал мне кажется их единственный выход как выглядит игру но все уже мипа выпал из этой игры кусочки фантомка отрывает прям огромный было бы странно если мне отрывало 700 тронов сроки если крит про кайт то там дикость а броскинг потихоньку полигоньку встретит верхнюю линию своими скелетонами там нас к дефит вроде как отлично пока тоже хочет себе рапиру приобрести в нему кстати не хватает буквально тысячи голды дороги роса будет битва рапиров он впервые за всю игру теперь команда магнуса в роли атакующий мипа или нету 30 секунд целом глиф потрачен так ставилась дар пилом вайбе байбэк сразу же байбэк мипа сейчас и может сделать на самом деле очень большую грязь нужно ему лететь и ломать сторону из потом вот толкается коля куда он улетит крипов у него нет фандомка боты иллюзии пропушила я нынешний пахнет мне кажется это развернулся вот опять же на их месте с андре оставить и вот сейчас куда шаманомс поставил они поставили с андре тоже нажимайте смог принтут и ждете магнус гемом видят врагов пытаются подцепить космонус нужный момент чтобы нескольких героев зацепить он может хотя бы просто сами попрыгнуть он может просто прыгнуть в мипу в 1 вы видели магнуса века улетел на бот на тревелах пролетит обратно на телепорте ну горь что нужно ждать сейчас рошана до рошана приблизительно полторы минуты чуть-чуть больше это если ранний тайминг рошана и парь все-таки купил второй тарел блэйд но не знаю по-моему нужно бёрстить бкбшка фундамки сейчас насколько я что 8 секунд 44 минута у нее бкбшка 8 секунд один раз прожимала 2 получается до 2 а 9 до 2 раза нажимала но все все равно восемь сек это слишком много для такой стадии люди магнуса 9 секунд на бкбшка но тут темп файта они как таковые заканчивались смертью всех врагов а мне пусть и пушит братом магнусами поцепляют 3 220 неплохих ли ты очень даже не торг виллу не джеки роз под сплош не могут подойти сейчас 2 рапирка и будет поинтереснее конечно магнус отказался от выбора рапира он купил свете самой тревела которая говорилась и решил купить себе башер башера бису у нас будет это правильное решение вот на месте бремастера и на месте в к можно было сейчас просто за рашить 2 блэйд мэйла перед тем как рп калика если успеть кликнуть блэйд мэйла фантомка просто не будет бить ну или когда кинжал она выкидывает взаим-блэйд мэйл кликайте если ей не повезет если прокнет крит она в глубину картинь сама убрёт уже полностью все преимущество практически от игры на 6000 лет и по минуту это вообще копейки нет ворс фантомки просто колоссальный какой-то но я так понимаю сейчас копит на очередную рапиру но может быть какой-то сэйф ей купить хотя ну к примеру сатаник крайне прикольно смотрится в этой игре куча контроля у врагов эти статус резис 30 процентов не так долго в контроле держу был там один вард стоял магнус его не разбил уж не заметил можем возле него т.п. п.п. начал ну и опять все враги не знают заходить теперь они просто постоянно убирают по одному и то на этом заканчивается их действие но теперь-то хоть рошана сдафать все-таки тайминг рошана балки ой 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 не успел их нажать первым хитом она забавшила вторым хитом она кританула и косаря это под минус армором которая не имеется под им поваром лютая комбан магнус лет фантом к но и не вышли вперед ура произошло на творце почти сравнили с таким деможем мартретка сейчас будет быстро строение ломать поставили на эту вышку боже что с ней происходит в части кпс . отнимает нормально за 8000 барак разбила брейнджовой за три с половиной можно рассказать неплохое количество контроля от профиланды понимание контроль выдают чтобы в раскинг там мин крипов сделал пянув время как только могут действительно там кушать и qrp по двум героям ну и соответственно они в таверну отправляются моментально прескингу и дают запушить все никак они не могут мига крипов сделать она пытается пытается на шаман хекс сетку санкинг станет и улит еще я с качестве убьет из интернета пока нужно немножко зачились едва рапероса надо разложился в кабы бэкнулся в итоге сим панда разложился и все баги разбежались и ульт минус ультимейт нормально хри 3 500 почти мощно джеки роспода медленности и нет на кем и джончик и забрал джеки роса там и посаде говорят делает миг грипов и так понимаю да да еще до 5 секунд когда допущением разница уже нет и делает она грипов и сам в трон пойдет нужно убить шаду шамана сперва ушел душеманом бэбэк санкинга у санкинга есть бэбэк аккуратно вашей главной часть не бить блэдмэйл собрали и по часу бьет да все это берега я не лошадь не уйдут напряжен напряженная достаточно катка нету бэдбэкнулся на мне кажется шансов уже никаких нет слишком висеться вот он тонко она сейчас если даже умрет она бэдбэк не закупит себе еще одну рапирую 1 в рапире в принципе хватит для урона она лайк селиться нереально под владимиром премастер сразу нажимает все кнопки и благодаря блэдмэйл их со сбежать куда я пойду и 3 она помогу с рп кстати откатывает лодки молчика с баху маму тебе пашка хорошая игра конечно эти моды делал на все красиво фантомка просто райт кликала а магнус по сути завозил эту катку а можно посмотреть финальную статистику что получилось по дэмэджу если он урон фантомка 76000 урон ну во вражеской команде конечно даже и близко нету под красный успел по такому количеству спасибо всем за просмотр пишите ваши комментарии обязательно всем пока